В Париже прошла торжественная церемония встречи президента Казахстана. Касымжу Марта Тукаева под фанфарой военного оркестра встретил Эммануэль Макрон. Главы государств тут же перешли к переговорам, которые были подкреплены подписанием ряда документов. Подробнее о деталях встречи и переговорах расскажет Динара Жанбатырова. Материал готовится к выходу в эфир, а пока продолжим. Президент Франции опубликовал в соцсети X пост с приветствием в адрес Касымжу Марта Тукаева. В нем на казахском языке Эммануэль Макрон заявил о глубокой дружбе казахстанцев и французов. Этот же текст он продублировал на французском, отметив аккаунт Касымжу Марта Тукаева. Касымжу Марта Тукаев провел переговоры с Эммануэлем Макроном в расширенном составе. Глава государства отметил, что придает исключительное значение своему визиту. Он, по его словам, знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Астаной и Парижем. Президент Казахстана отметил, что сегодня между странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Франция – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику нашей республики. У нас в стране успешно работают больше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Касымжу Марта Тукаев выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран. Эммануэль Макрон отметил, что переговоры придадут дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. После двусторонних переговоров президенты Казахстана и Франции провели брифинг для журналистов. Главы государств выступили с совместным заявлением. Касымжу Марта Тукаев отметил, что во время встреч с Эммануэлем Макроном была отмечена необходимость развития торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году торговый оборот двух стран превысил 4 миллиарда долларов, а в этом году этот показатель достигнут за 9 месяцев. Астана и Париж укрепляют партнерство в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной и строительной сферах. Особый акцент на зеленой энергетике, редкоземельных металлах, инновациях и искусственном интеллекте. Недавно в Астане открылось представительство французского агентства развития. Мы будем оказывать максимальное содействие его работе. Мы также отметили важность развития международных транспортных коридоров, обсудили вопросы расширения связей в секторе логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности, договорились о реализации новых проектов в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения, финансов и туризма. Мы готовы создать благоприятные условия для французских компаний, желающих работать на рынке Казахстана. В свою очередь президент Франции подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и борьба с терроризмом. Эммануэль Макрон также отметил, что укрепление двусторонних отношений принесет новые возможности и создаст основу для продуктивного партнерства на долгосрочную перспективу. Отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, доказали свою значимость и актуальность. Франция и Казахстан разделяют схожие взгляды по ключевым региональным и международным проблемам на основе соблюдения устава ООН, уважения принципа территориальной целостности и защиты прав человека. Президенты Казахстана и Франции приняли совместную декларацию. Она направлена на укрепление стратегического партнерства. Также представители делегации двух стран подписали больше 30 документов на общую сумму 2,2 млрд долларов. В их числе соглашение о сотрудничестве по шестиосным электровозам между компаниями «Казахстан-Семержулы» и «Альстом-Транспорт-Эсэй», а также дорожная карта по критическим ресурсам и материалам. Побывали Касамжу Мартукаев и Эммануэль Макрон в Музее азиатских искусств ГИМЕ. Там открылась выставка, посвященная Казахстану. В экспозиции представлены такие артефакты, как скульптура тобольского мыслителя, украшения золотого человека, каменные изваяния, балбалы и светильники из мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Все экспонаты олицетворяют основные этапы истории Казахстана. Отмечу, французский музей знаменит крупнейшей коллекцией азиатского искусства. Он основан 135 лет назад. Французская компания Total Energy спланирует построить ветряную электростанцию в Казахстане. Ее мощность 1 гигаватт. Стоимость 1,1 миллиард долларов. Об этом стало известно на инвестиционном круглом столе в Париже. Касамжу Мартукаев на встрече отметил, что прямые французские инвестиции выросли на 15% и достигли рекордного уровня почти в 900 миллионов долларов. Глава государства также рассказал участникам об амбициозных задачах Казахстана по трансформации экономики. Он остановился на перспективных направлениях. Так, по его словам, будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский Союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Касамжу Мартукаев отметил, что Франция обладает обширным опытом в атомной промышленности. И наши страны могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике. Обсудили участники также вопросы эффективного управления водными ресурсами, агропромышленного комплекса и цифровую трансформацию. В рамках государственного визита президента Казахстана Касамжу Мартукаева во Францию представители здравоохранения двух стран обсудили развитие сотрудничества. Франция признана в мире как один из лидеров в борьбе с онкологическими заболеваниями. Также страна известна развитой экосистемой цифровой медицины. Участники встречи определили приоритетные направления совместной работы. Это лечение онкологических заболеваний, телемедицина, внедрение цифровых технологий и психомоторная реабилитация. Французские компании и больницы готовы не просто делиться опытом и технологиями, но также помочь в повышении квалификации казахстанских врачей и научных исследованиях. Договоренности закрепили подписанием соответствующих соглашений. Да, французская сторона в целом проявила очень высокий интерес к нашей стране и к системе здравоохранения. Им очень нравится, что у нас законодательство в принципе позволяет работать и развиваться в нашей стране. И в то же время у нас имеется, скажем так, уже создана система обязательности медицинского страхования, которая может финансировать также и частность тектора здравоохранения, что очень важно для привлечения инвестиций. Я думаю, что интерес идет от большой динамики, больших улучшений, проведенных в казахстанском здравоохранении. Цифры впечатляют. За несколько лет заметно выросла продолжительность жизни, улучшилась инфраструктура здравоохранения. И все это создает возможности для участников этой системы. Когда речь идет о медицине, всегда нужно действовать сообща. Нужны кадры. Это вопрос. Институциональный. Есть экономический аспект. Сам продукт. И здесь французские компании могут предложить сотрудничество. В рамках государственного визита президента Акасымжумарта Тукаева во Францию, в Париже прошел крупный бизнес-форум с участием глав казахстанских министерств. Результатом его стало подписание больше 20 соглашений между госорганами и компаниями обеих стран. Алиас Исдыкова расскажет подробнее. Бизнес-форум Казахстана и Франции собрал в этом зале представителей полутора сотен местных компаний. Интерес к экономике Казахстана стабильно растет. Ежегодно французские предприятия инвестируют в нашу страну примерно по миллиарду евро. Большой пул французских проектов в Казахстане, в основном в нефтегазовом и промышленном секторе, расширяется новыми направлениями. И самый значимый игрок местного бизнеса Медеф это четко ощущает. Казахстан меняется, открываются новые возможности не только в энергетике и нефтегазовом секторе, не только в строительстве инфраструктуры, но и также в пищевой промышленности. Мы много обсуждали здравоохранение, доступ к воде, управление водными ресурсами, а также критические минералы. Их ведь нужно не только добывать, но и трансформировать, чтобы сделать аккумуляторы. Так что это инвестиции в будущее и в промышленную декарбонизацию Казахстана. О новых инвестиционных возможностях нашей страны со сцены рассказали министры. Канад Шарлопаев представил перспективы работы в сфере поставки стратегических минералов. Жаслан Мадиев показал достижения Казахстана в области цифровой трансформации. Участники форума смогли познакомиться и с условиями работы иностранных инвесторов в Казахстане, и с возможностями Международного финансового центра «Астана». Мы видим интерес французского бизнеса Казахстану и конкретные действия в этом направлении. Наши государственные органы, посольства, предприниматели вносят вклад. И в результате французский бизнес открывает проекты в нашей стране, вливает инвестиции. Но перед нами есть много новых возможностей. Об этом сегодня говорили на форуме, так что впереди нас ждет большая работа. В завершение форума было подписано 24 межведомственных и коммерческих соглашений на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Среди них не только промышленные проекты, но также в сфере финансов, образования и здравоохранения. Это значит, что есть большой интерес к Казахстану со стороны французских компаний. Есть интерес к Франции со стороны казахстанских компаний. Мы подписали больше 20 соглашений сегодня. И это показывает мобилизацию французских компаний вокруг развития экономики Казахстана. И это вдохновляет. В завершении заседания Казахстанско-французского делового совета нацкомпания «Казмуная Газ» подписала техническое соглашение с французской компанией «Экстенс», которая позволит открыть в Казахстане завод по производству авиакеросина, устойчивого авиационного топлива для декарбонизации. Значение этого проекта, во-первых, инвестиции, во-вторых, технологии. Франция, являясь стратегическим партнером Казахстана и одним из ключевых инвесторов нашей страны, намерена продолжать развитие сотрудничества. Причем не только на уровне больших проектов. На этом бизнес-форуме активный интерес также проявили представители маленьких, но перспективных стартапов. Альяса Сдыкова, Руслан Умержан, 24КЗ, Париж, Франция. В Шанхае открылась седьмая китайская международная выставка импортных товаров. Площадка собрала около трех с половиной тысяч производителей компаний из 129 стран и регионов мира. Казахстан. На ней представили больше 50 отечественных производителей. Подробности в нашем следующем материале. Китайская международная выставка импортных товаров – одна из крупнейших торговых ярмарок в стране. Ежегодно на своей площадке мероприятие собирает самые передовые разработки со всего мира. В этом году в нем приняли участие почти 3,5 тысячи торговых компаний из 129 стран и регионов. Более 50 казахстанских производителей представили продукцию легкой промышленности, товары сельского хозяйства, а также инновационные разработки. По словам министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шиккалиева, выставка – это уникальная платформа для укрепления торговых связей с китайскими партнерами. Необходимо отметить, что каждый год выставку посещает порядка 300 тысяч профессиональных закупчиков. В этом году стоит отметить, что, как и в прошлом, мы представили не только в коммерческом стенде, в павильоне пищевая и сельскохозяйственная продукция, которую мы, кстати говоря, увеличили в два раза. Новшеством в этом году стали онлайн-продажи отечественной продукции. Приобрести мясо, сухое верблюжье молоко, масло, сок и мед, а также текстиль можно было, находясь в любой точке мира. Только за первые несколько часов выставки в режиме онлайн казахстанских товаров было продано на сумму около 22 тысяч долларов. Канал электронной коммерции сегодня является самым популярным для продвижения, в том числе, нашей казахстанской продукции на китайском рынке. Ежегодно количество пользователей электронной коммерции возрастает. Сегодня мы запустили впервые на выставке онлайн-стриминг. В режиме реального времени мы продаем всю продукцию, которая представлена у нас на павильоне. Сегодня 50 компаний у нас участвуют. В основном это продукты сельскохозяйственные продукты, пищевая продукция. Если вы видите, у нас на экране мы начали наш стриминг с утра. Более 150 тысяч продаж, 150 тысяч юаней мы сделали с утра. На международной выставке Казахстан также представил инновационные технологии. Среди них биометрическая система Алакан. Благодаря ей ребенок может самостоятельно посещать школу, делать покупки и брать книги библиотеки. На сегодня она уже внедрена в учебных заведениях нескольких регионов. Порядка 300 школ активно пользуются сервисом. Алакан – это биометрическая система распознавания человека по ладони. Мы создаем будущее, в котором человеку нет необходимости с собой таскать удостоверение телефона или другие средства идентификации. Будет только одна ладонь. Ладонь он может также использовать при оплате, в ходе коммерческих помещений и так далее. Гостям китайской выставки также продемонстрировали стартапы казахстанских разработчиков, среди которых «Скверс» – сервис, который позволяет быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира. А также «Церебра-Ай» – диагностическая программа на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта. Аселяб Дыкалыкова, Руслан Бакытбекулы, 24КЗ, из Китая, Шанхай. Новейшие цифровые технологии при составлении статистических данных используют в Казахстане. С процессом их работы ознакомился Маулен Ашимбаев. Он с группой депутатов посетил Бюро национальной статистики. Спикер Сената отметил, что прозрачная и доступная статистика позволяет объективно оценивать текущую ситуацию в стране и вырабатывать стратегические программы. Положительно, эти данные влияют и на укрепление отношений с международными организациями и инвесторами. Сегодня фактически работа с данными, сбор данных, анализ данных, интерпретация данных, прогнозы на основе данных. Это сердцевина развития. И очень мудрое решение нашего президента, что президент вывел Бюро статистики из правительства и вручил в состав агентства по стратегическому планированию реформы, подчинил себе. Это действительно очень важный шаг с точки зрения обеспечения независимости Бюро. Больше 138 тысяч цифровых доверенностей и 48 тысяч согласий супругов, оформленные в рамках проекта «Цифровой нотариат», который реализует Министерство юстиции с апреля прошлого года. Теперь казахстанцы могут получить эти услуги в онлайн-формате по видеозвонку, не посещая нотариуса. Об этом сегодня сообщил на брифинге СЦК вице-министр юстиции Бигбулат Молдабеков. Также он рассказал о проекте «Цифровой судебный исполнитель», который освобождает казахстанцев от оплаты деятельности частных судебных исполнителей и визитов к ним. Ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать судоисполнителям дополнительно до 25% от суммы штрафа. А я напомню, в Париже прошла торжественная церемония встречи президента Казахстана. Касымжу Марта Тукаева под фанфарой военного оркестра встретил Эммануэль Макрон. Главы государств тут же перешли к переговорам, которые были подкреплены подписанием ряда документов. Подробнее о деталях встречи и переговорах расскажет Динара Женбатырова. Улицы Парижа сегодня пестрят голубыми оттенками. Флаги Казахстана обязательный элемент протокола, так же как и сопровождение президентского кортеджа Морта Отряда. Тем временем до приезда высокого гостя военный оркестр снова и снова проигрывает куплеты казахстанского гимна. Все официальные церемонии встречи гостей проходят именно в этом здании Дома инвалидов. Почему именно он называется Дом инвалидов? Дело в том, что еще в 14 веке это здание было задумано для солдат, военных, которые возвращаются из поля боя и здесь остаются. Для них это дом на самом деле, ну и место для того, чтобы поправить здоровье. Но есть у этого архитектурного здания еще одно историческое значимость. Именно здесь хранятся останки Наполеона водопарта. Потому встречают гостей именно здесь, как дань уважения великому полководцу. Еще одна протокольная часть – приветствие всех членов делегаций, с которыми и будут обсуждаться основные вопросы двустороннего сотрудничества. Впрочем, к ним стороны перешли тут же в Елисейском дворце. Сферы обсуждения на самом деле довольно обширны. У стран тесное сотрудничество, начиная с горнодобывающей сферы до культуры и образования. В целом, за все время партнерства французские инвесторы вложили в экономику нашей страны порядка 20 миллиардов долларов. Многие из двухсот действующих предприятий намерены углубить сотрудничество. Их желания услышали и на высоком уровне. Глава государства Касым Жумар Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 миллиарда долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Allstone, Total Energies, Air Liquide, Arana, Wicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан. Их общий объем достиг порядка 19,5 миллиардов долларов. Эта сумма уже в ближайшее время может увеличиться. Со стороны обсудили возможности развития транспортных коридоров, рассмотрели вопросы расширения связи в секторе логистической инфраструктуры и обрабатывающей промышленности. На самом деле Франция уже сейчас является крупным инвестором в Казахстане. Вот, например, у нас есть инженерная компания Allstone, которая активно работает, производит у нас в Казахстане локомотивы. Такие компании, как Wicat, работают в производстве строительных материалов. Такие компании, как всем известные, как Danone или Vactalis, они занимаются производством пищевых продуктов. Поэтому сейчас сотрудничество Франции уже на высоком уровне. И, конечно же, вот такие мероприятия позволят нам расширить наше сотрудничество. Нам будет необходимо для привлечения МСБ присутствие французских банков, банков-партнеров французских компаний за рубежом. И в этом направлении мы работаем. Но важно, чтобы доверенные отношения с партнерским банком позволили сопровождать маленькие предприятия в Казахстане. Большие компании оснащены для работы международными банками, а для маленьких это сложно. Так что важно работать с этим сегментом. Есть договоренности и о новых проектах в агропромышленном комплексе здравоохранения, финансов и туризма. Отдельно глава государства остановился о сотрудничестве между ведущими вузами в области науки и технологий. В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал университета Лотарингии. В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра «Люмьер». Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Президенты также не обошли стороной и обсуждения региональной и глобальной повестки обменялись мнениями и по климату. К тому же впереди обе стороны ждет важное событие – форум One Water Summit, который пройдет в Вариаде уже в ближайшие месяцы. Это будет очень важная диалоговая площадка, которая затронет вопросы изменения климата и зеленой экономики. Могу сказать, что сегодняшние переговоры были плодотворными. Ваш визит свидетельствует о том, что связи между Казахстаном и Францией приобрели стратегический характер. И подтверждение тому подписание ряда межправительственных и коммерческих документов. Всего их 36, один правительственный, 21 межведомственный, 14 коммерческих на сумму больше 2 миллиардов долларов. Проведа глава государства еще пару теперь уже французских персон Жюль и Жанно. Тазы были подарены Эммануилю Макрону во время его визита в Казахстан. Сейчас статные собаки казахстанского происхождения, своего рода символ дипломатии, полноценные хозяева Лисейского дворца. Эта идея возникла на основе концепции таз-дипломатии. Эта идея была предложена нам в 2021 году. И мы все сейчас стали свидетелями, что эта концепция таз-дипломатия работает тому доказательству. Две таза Жанны и Жюли, которых мы сегодня с вами видели в Лисейском дворце. Завершающим штрихом основной части государственного визита стало посещение Музея азиатских искусств ГИМЭ. На выставке представлены дорогие наши истории экспонаты. Украшения золотого человека, каменные звояния, балбала, чапан, хазыбекби. Государственный визит нашего президента в Париж показал, насколько значимы взаимоотношения между Казахстаном и Францией. К примеру, в европейских странах практически никогда не перекрывают улицы для кортежей высоких гостей. Или вот местные практически не интересуются, кто в очередной раз приехал к ним в гости. Но не в этот раз, потому что казахстанскую делегацию встречали даже дети. Подтвердили это, кстати, и местные дипломаты. Они говорят, что подобных почестей были удостойны только главы Китая, Бельгии и Великобритании. И вот теперь президент Казахстана. В США стартовали 60-е президентские выборы. Традиционно первыми проголосовали жители поселка Диксвилл-Ночь, штата Нью-Гэмпшир, где всего 6 избирателей. Там кандидаты набрали равное количество голосов, каждый по 3. Итоги огласили буквально через 10 минут. Большинство участков открылись в 6 утра по местному времени, в зависимости от штата. Между тем, досрочно за Трампа и Харрис проголосовали уже почти 83 миллиона американцев. Около 80% отдали голос по почте, остальные 20% лично на избирательных участках. Победителя планируют объявить 6 ноября, однако оглашение итогов может затянуться до нескольких недель, если разница в результатах между двумя кандидатами окажется минимальной. В таком случае могут потребоваться дополнительные проверки и пересчет голосов. Отмечу, общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 миллионов. По данным последних опросов Нью-Йорк Таймс, разрыв между кандидатами составляет всего 1% в пользу Харрис. В ходе предвыборной гонки свои кандидатуры на пост главы Белого дома выдвинули не только представители двух главных политических партий страны, но и несколько независимых кандидатов. Но ситуация традиционно привела к выбору между двумя претендентами от основных партий. Демократом вице-президентом Камалой Харрис и республиканцем экс-президентом Дональдом Трампом. Подробнее об этом в материале Тамерлана Кима. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Самый возрастной участник нынешней президентской кампании. Ему 78 лет. В историю он уже вошел как 45-й президент США. А еще он известный и успешный предприниматель и миллиардер. На выборах в 2020-м в борьбе за второй президентский мандат в своей биографии он проиграл Джо Байдену. Однако долго отказывался уступать и объявлял себя победителем. В итоге, еще до сложения полномочий, толпа его сторонников организовала массовый митинг и захватила Капитолий. В прошлом году против Трампа завели 4 уголовных дела. А в июле этого года он пережил покушение во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Главный лозунг его предвыборной кампании, впрочем, как и в 2016-м, когда он только шел на пути к президентству, звучит по-прежнему громогласно. Америка прежде всего. Бывший президент утверждает, что нынешние власти недостаточно активно отстаивают интересы США на политической арене. Республиканец хочет реорганизовать федеральное правительство и сократить программы социальной защиты, увеличить расходы на оборону и ввести пошлины на товары из Китая, а также построить стену на границе с Мексикой. Кандидат от демократической партии, 59-летняя Камала Харрис, имеет чуть более скромный политический бэкграунд, действующий вице-президент страны и самая высокопоставленная женщина-чиновник в истории США. Заменила Джо Байдена после его поражения на теледебатах в Атланте. В политику Харрис пришла в 2016-м, выиграв борьбу за пост сенатора от штата Калифорния. За три с половиной года в качестве вице-президента она совершила десятки зарубежных визитов, встретилась с главами больше 150 стран. В Белом доме Харрис курирует вопросы миграции на границе с Мексикой, защиту избирательного права и права на аборты. Ключевые направления ее предвыборной кампании – сокращение детской бедности, поддержка профсоюзов, обеспечение доступного медицинского обслуживания и введение оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. Харрис также заявила, что будет работать над строительством доступного жилья и снижением цен на продовольствие. Еще одним из ключевых моментов является сокращение налогов для среднего класса. Тамерлан Ким, 24 Киезет. К четырем годам лишения свободы приговорили председателя суда города Кунаева. Жаика Жанбулатова признали виновным в совершении мошенничества. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности. Жанбулатову также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Заместителя директора Алматы Генплана судили на три с половиной года лишения свободы. Суд признал его виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам в сумме 9 миллионов 600 тысяч тенге за изменение целевого назначения земельного участка. Дело рассматривал суд Медеусского района Алматы. Приговором суда ему назначено три года шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квази-государственного сектора. Приговор суда не вступил в законную силу. Расследование в отношении главы комитета госинспекции Министерства сельского хозяйства завершили в антикоре. Чиновника обвиняют в получении взятки при закупе препаратов для борьбы с саранчой в обход конкурсных процедур. Общая сумма денежного вознаграждения составила около 4,5 миллионов тенге. Это 5% от стоимости договора госзакупок. Дело передали в суд. Санкции суда должностное лицо и предприниматель взятый под домашний арест. 31 октября текущего года генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду. Согласно статье 201 уголом процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Жители дачного поселка Козылтас в Талдыкоргане не имеют питьевой воды. Собственные водопроводы им стали прокладывать два года назад, но не завершили. За водой дачники вынуждены ездить в город, но этот путь становится все сложнее из-за плохих дорог. Подробнее в следующем материале. Несбывшейся мечтой называют центральный водопровод жители дачного поселка Козылтас поблизости с Талдыкорганом. Его начали прокладывать два года назад. Из бюджета выделили 724 миллиона тенге, но до сих пор в эксплуатацию не вели. Раимбек Садырбаев уже много лет пользуется водой из местного колодца, но употреблять ее в пищу не может. Очень соленая и жесткая, поэтому вынужден ездить в город за питьевой. Это трудно. Когда едем, иногда есть автобус, иногда приходится брать такси. Такси стоит 200 тенге, автобус 120. Вот так и таскаем. Деваться некуда. А эту воду пить невозможно. Она очень соленая. Кроме воды в поселке практически нет дорог. Тяжелее всего добираться до города в межсезонье. Лишь на некоторых улицах насыпан щебень. Остальные дороги после дождей становятся непроходимыми, рассказывает жительница Айгуль Бекен КЗ. Сейчас вот снег выпадет, вызываешь скорую помощь. Говорят, ваша улица неудобная, выходите к магазину. Если болеешь, надо идти пешком. Скорые застревают, не могут проехать. А если пожар? Пожарные не смогут проехать. Когда начинается дождь, тут все превращается в месиво. Причина, по которой водопровод до сих пор не заработал, простая. Подрядчик столкнулся с финансовыми трудностями. И вовремя не закончил объект. Руководитель городского отдела ЖКХ Алмаз Барлыбеков пояснил, что их ведомство подало иск против компании. И теперь суд обязал предпринимателя завершить работы. В настоящее время работы идут. По нашему плану до конца ноября мы промоем и продезинфицируем трубы. Жители поселка получат воду. Вместе с водопроводом жители поселка надеются на улучшение дорог и освещения улиц. Местные власти обещают, что уже в первой половине следующего года приведут в порядок 4 улицы общей протяженностью около 3 километров. Однако, по прогнозам властей, установку уличного освещения придется подождать. За уровнем выбросов крупных предприятий в Шимкенте начали следить онлайн. Теперь на заводах установлены автоматизированные системы мониторинга. Эти устройства работают бесперебойно, фиксируя каждый скачок и любое превышение, что позволяет экологам мгновенно реагировать на изменения. В этом году сумма штрафов для предприятий за нарушение экологических норм составила почти 900 миллионов тенге. Сможет ли новый подход реально улучшить качество воздуха в Шимкенте, выясняла Катерина Попкова. Это не просто цифры и графики, а реальное отражение работы крупных промышленных объектов Шимкента. Главный специалист департамента экологии Светлана Фадеева признается, что не отрывает взгляда от экрана. Каждые 20 минут данные обновляются. У нас качество воздуха, не могу сказать, что прям как лес, все чисто и хорошее, потому что город Шимкент довольно-таки крупный промышленный мегаполис. У нас, допустим, за 10 месяцев 6 тысяч превышений ПДК было по разным загрязняющим веществам. В других городах только в течение месяца могут быть 2,5 тысячи. Согласно экологическому кодексу, автоматизированные системы мониторинга стали обязательным требованием для крупных предприятий. Это считают специалисты путь к более чистому производству. В этом году многомиллионные штрафы получили заводы в Шимкенте за вред экологии, отметил заместитель руководителя департамента экологии Сабар Балыбек. «Был наложен штраф около 900 миллионов тенге. Из них 602 миллиона тенге, вычискивая, что сам орган нашим комитетом был социально отменен. В настоящее время остальные суммы 270 миллионов тенге выисканы в пользу государству». Слишком близкое соседство с промышленными объектами вызывает беспокойство у жителей. В жилом массиве Бадам-2 люди, как говорит местный житель Марат Жумабаев, даже дежурят ночью, чтобы фиксировать работу заводов. «СЕС приходит, все приходят, они уже со мной 5 лет ночью не спим мы, охраняем их. Когда запускает, снимаем, вот этот берет, анализ берет, выходит, у всех выходит, загрязнение выходит. Все равно, все равно они не перестают». В городском центре пульмонологии каждый второй пациент связывает свои болезни с неблагоприятной экологией, отмечает главный врач Бахаджан Пазилов. Для него это тревожная тенденция. «В день к нам поступает порядка 10 пациентов. Из них, если возьмем половину пневмонии, это острое состояние, а половина идет, это где-то 50 процентов. Это заболевание, у пациентов идет обострение заболевания, связанное все-таки с загрязненным воздухом». Однако усилия по борьбе с выбросами направлены не только на наказание нарушителей. Экологи считают, что важно стимулировать компании применять экологичные стандарты. Но пока не все предприятия готовы к быстрым изменениям из-за высоких затрат. В городе еще остаются два крупных промышленных объекта, которые не закончили монтаж системы мониторинга и не подключились к единой базе Министерства экологии. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбик Муратов, Шымкент, 24КЗ. Это были все новости к данному часу. Будьте в курсе главных событий с 24КЗ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин